Итак, господа, добрый день, с вами Полтусик, я вернулся в Аркейдж. Недавно выпустил фановое видео про сноровку, какую-то хуйню, короче, не важно. Мне там люди писали, зачем ты выпускаешь, когда не разбираешься. Короче, этот канал вообще не гайдовый, я не игровой эксперт. Я вот что увидел фановое, выкладываю, у меня нет никаких обязалок и так далее. Это просто для тех, кто не в курсе. На этом канале может появиться рандомное видео, где я, блять, рыбачу нахуй в Байкале, никого это ебать не должно. Итак, вообще, к чему это всё? Я вернулся в игру пару дней назад, сейчас собираюсь улучненько. Буду делать, естественно, через Бибу, вся хуйня, и фен забил нахуй. Значит так, я купил себе ружьё, 10-й доп, буду собираться через Каид. Мне уже писали, типа, алё, ты вообще понимаешь, ты осознаёшь, что ты делаешь? Сейчас мета, фулл пробива, обороны, канал Шера видел? Я скажу так, я видел, и это вообще не новость. И, на самом деле, я хочу вас от этого уберечь. С одной стороны, это правильно. Сейчас собираться в пробив, играть с обороной, атаманом, это правильно. Но, я скажу так, это путь к Ливу из игры нахуй, это путь к дизморали. Это то же самое, почему, вот, можно сказать, всегда был класс, допустим, у магов, да? У магов был класс-хранитель, типа, сильнейший, да? Но за него играли единицы, потому что это, ну, это не игра, это дебилы ебаные, это просто сын и шлюх. Тактики с фаерболами, это скучно, это неинтересно. Поэтому чародеи, там, не знаю, те же, блядь, да ладно, сновидцы, летописцы, не знаю, колдуны, они все фанови, больше вариантов, больше фана, понимаете? Интереснее играть. Отчасти по этой причине я остаюсь в кейт, а с другой стороны, другое. Я обожаю класс сказителей. Я возвращался из-за него. Винтовку я взял тоже не из-за того, что я хочу быть дробашистом ебаным. Винтовка просто сильнее лука. Она сильнее на 30%, блядь. Просто на ебаные 30%. Даже вот эта вот пассивка, которая, если вы бьете 30 метров, она не вывозит, блядь. Она не вывозит. Когда вы бьете, допустим, милика, там, в 10-15 метрах, лук бьет на 30%, даже больше, на 35% меньше. Это настолько ощутимо. Ну и он нахуй. Но, эфенские луки сейчас стоят, там, 1250-300 за хорошего. Вот 300 тысяч стоит лук с 10 допом плюс 25. Я рекомендую брать, потому что ружье вы не найдете дешевле, наверное, 800 тысяч сейчас. За 250, за 300 лук взяли, бегайте фантиси. Это реально нормальная тема. Теперь про все это. Насчет кайта. Я скажу так, что он лично для меня актуален даже вот в этом дерьме. То есть, да. Я тут пока разбираюсь по спекам. Я для себя пока что сохранил ебучего трипера, ебучего сказителя, ебучего атамана. Зачем? Сейчас на праймах я нахожусь на сервере Каиль. Это один из трех серверов 9 ПЛП. Я вставлю моменты. Я бегаю со стрельбой и для себя что-то узнаю. Как по итогу оказалась эта ветка, она для двух скиллов. То есть, вот этим скиллом ты набиваешь себе стаки, этим скиллом ты эти стаки себе поддерживаешь. Ну, этот дебаф, этот просто спамишь на похуй. Главное, вот для всех главный ультразвуковый Пульсар. Типа, да, охуенно, дамажит. Но, вы пробовали дать этот скилл в мете Каита? Ну, просто. То есть, весь патч ноют, что пиздец, имба, Пульсар. Прям ебнешься, да? Но, просто никто из вас не давал по раздобавке вот этот ебаный скилл. На самом деле, он бьет больнее. То есть, если взять толпу в масс ПЛП, ты в мете Каита, вот этот скилл, который бьется, ну, с небольшой рейнджой, он бьет больнее. То есть, я не говорю, что, как бы, там, из-за этого надо. Просто это как вариант. Не обязательно, если вы хотите бегать с веткой стрельбой, уходить в ебаный пробив. Тем более, пробив самому Пульсару ничего не добавляет. Тоже, бред, читаю. Типа, как ты забыл задамажить, ты в Каит, дурак, блядь, Пульсар. Че, вообще читали, что у него написано? Типа, ему похуй. Этот Пульсар юзают ебаные милики, блядь, ебаные маги. Мне чел дает поступь на арене, поступь, блядь, и кидает под меня Пульсар. Ты че, охуел? Ну, короче, этот скилл юзают все. Но я еще юзаю вот этот. Я там, повторюсь, ставлю этот момент, где... Ну, насколько он дамажит. В целом, отзыв о ветке. Наконец-то. Это то, чего нам не хватало. Это вариант лучникам приносить импакт в масс по УП. Потому что сказитель в масс по УП, ну, честно говоря, он не выдает, наверное, и 20% КПД ебучего атамана. Конечно, можно взять вот этого трапера. То есть это по исследованию стрельба скрытности. То есть, по сути, ты сказитель. Потому что на тебе там песни в рейде висят, да? Ты сказитель. Только у тебя еще доп-ветка. Но в нормальном по УП не вариант. Вы не можете бегать. Играя за вот этого ебаного атамана, вы что должны будете делать? Набить стаки, поддерживать стаки, летать, давать пульсары. То есть, пульсар раз в 15 секунд, плюс вот эти залпы, плюс там, ну, корзины выставы кидать. Короче, неважно. Все это настакивать. У вас не будет времени стрелять. Вам это нахуй не надо. Вам не дадут. Вот за мной вообще бегают толпы народу. Вы ебанутые, блядь. Отстаньте от меня. Я учусь играть, нахуй. Я просто... Вот раз в 15 секунд. Да, реально, это достаточно. Это быстрое КД в рамках ФЛП. Вы настакали, выдали. То есть, выдали пульсар вместе с этим скиллом. Взлетели, нахуй. Или там, отлетели, отошли от файта. Держите на все стаки. Подлетаете под новую стяжку, даете заново. Звучит, как хуйня. Звучит реально, как игра двух скиллов. Но, что поделать. Ты, как бы, увы. Я тоже протестил немножечко. Если можно тестом ливни. Это позор. Я не знаю, сколько эти уебки будут мучить обычное ветка преследования. Этот ебаный ливень не дамажит вообще. Я даже пошел дальше. Я протестил ебаный ливень Ферунда. Вот этот блядский. Он чуть-чуть дамажит. То есть, условно, он бьет по людям тысяч по пять, по шесть. Когда-то это звучало нормально. То есть, если он, опять же, попадет, да. Он достаточно далеко бьет. Его удобно кастануть. Там, файт может быть. Ну, на доске точно. Вот я же про нас говорю. Я тестил. Им можно дамажить. Но в нынешних реалях 7000 хп. Это одна, там, ходка хила. Это зеленая банка. Ты никого не убьешь этой хуйней. Никого. Била бы она по 15. Был бы интересней. Но пока что ебаный кал. Про вот этот ливень. Ну, нет. Я тоже повставляю. Наверное, я еще не монтировал. Наверное, сейчас будут вот идти мои слова и демонстрация всей этой хуйни. И я могу сказать, что, ну, ебаный кал. Ебаный кал. Вообще невозможно. Единственное, что я еще не потестил с ружьем вот этот вот азарт. Черный, массовый. Может быть, сегодня на прайме и проверю. Но я знаю. Я знаю, что это будет говно. По итогу я, наверное, ответил, почему я в кайте остаюсь. Потому что, вкратце, я хочу играть с Казителем. Казитель охуеннейший класс 1 на 1. 1 на 2, 1 на 3. Это ганговый класс. Он всегда был и будет лучшим. У него дохуя урона. Уже год или полтора. На самом деле у Казителя много урона. Единственный минус, что весь урон заканчивается, когда у вас кончается стойка. То есть у вас буст урон. Это метка, петарда, тесли, пляшки, оглушалка. Это примерно, там, ну, тысяч должно, ну, 50. Чистых войти. Ну, в любую цель. Вообще в любую, блядь. Если вы еще раздебавку дадите, вот должно войти 50 тысяч. Этого типа хватает. Но проблема в том, что, когда у вас кончается стойка, вы начинаете пукать азартом. Пусть даже по 7 тысяч. Вот сейчас опять я вставляю момент. Просто милик там, да. Ёбаный хипистер. Вот азарт по 8, по 7 тысяч. Хороший. То есть многие об этом мечтают. По 7, по 8 тысяч азарт. Нихуя себе. А что в этой игре? Что такое 8 тысяч? Когда у всех, там, по 50. У милики все в наемниках. У миликов у всех статы. Вот у меня статы говно. У меня 1850. На тысячи... Ой, на 500 выноса. Это кал. Потому что у меня персонаж новый. У всех уже примерно 1700 силы, там. На тысячу, бля, выноса минимум. У всех 50 тысяч хп. Просто куда ни глянь. Луки, маги, хилы. Это не люди вообще. Ну, тактика их жалко. В общем, проблемы у Сказителя остались. Но сам класс тоже остался. И он тоже фановый. Я вот от чистого сердца не рекомендую людям оставлять его. То есть, вот вы, лучник, который всегда играли с Сказителем. Сейчас вышел патч с Пульсаром. Ну, обдумайте, стоит ли оно. Конечно, всегда можно вернуться. То есть, вот, проблема в костюмах, в трусах. Сможете ли вы потом вернуть обратно Каид и так далее. Так что вот. Ну, в общем, сами думайте, сами решайте. Я всегда был за фановую игру. Мне, честно говоря, похуй там на результаты аренды. Всем похуй. Арендами правят. Если уж, если выйдет патч, когда надо будет дрочить арену, держать там топы. В топах будут хилы. Обязательно. Просто, просто всем похуй на арену. Вы не понимаете. Вы там думаете, какой-нибудь Коля Карнавал Мак держит топ арену. Там Хекс. Не знаю, кто там ее держит. Неважно. Если арена будет интересна людям. Ее захватят хилы. У вас не будет выбора. Поэтому одеваться правильно. Вы будете в Атамане побеждать на арене. Да всем похуй. Понимаете. Вы должны получить удовольствие. Вы должны лутать кайф. Если вы сможете его лутать. И там бегая один на один. Где-то. Вот. По пиратке Фаня с челами. Мое почтение. Но лично я побегал. Такое себе. Не такой уж на самом деле Дамажный Пульсар. Вот если об этом подумать. Да. В минимум 25 тысяч он бьет. Но опять же. 25 тысяч. При том, что наемники 50-60 тысяч хп. Спорная хуйня. Даже если окей. Вы с абордашкой под Гаспером влетели. Дадите на 40 тысяч. Вот максимум. Я думаю максимум 40 тысяч можно дать. В нормального человека. Прикольно. Но. Но да. Ну и короче. Одевайтесь универсально. Лучше. Вот единственная рекомендация. Которую вы можете даже не слушать. Одевайтесь под разные классы. Потому что. Заменить. Вот просто бегая. Менять Атамана на Сказителя. Это. Вот сейчас в наше время. Почти как. А реально спекнуться. Это вот как раньше поменять. Милика на Лука. Мага там на Милика. Потому что. Вообще совершенно разные игры. То есть. В Сказителе ты бегаешь. Как ебаный Аллани. Просто шмаляешь. Там. Прокидываешь горны. Сало. Взлетаешь. За Атамана ты по другому. Ну. Условно Атамана. Я не говорю именно им. Да. То есть. Ты там даешь вассо. Стреляешь. Даешь дебаф. И встаешь не уязву. У тебя. Вообще другая игра. То есть. Конечно. Рекомендую. Разные бегать. Так что вот. Это были небольшие ответы на вопросы. Которые никто не знал. С кем я общаюсь. Ладно. Все. Все спасибо. Всем пока.